Исламское государство Значит, у нас есть такое желание поговорить на тему, как вот эта вся международная обстановка, давящая на весь мир своими проблемами, как она может перерасти, как она может перейти на наши проблемы внутренние в нашей стране. Сегодня мой гость, я думаю, Дмитрий, вы сами представьтесь. Меня зовут Дмитрий, фамилия Чекмарев, я офицер запаса. Породу своей деятельности мне доводилось иметь дело и плотно общаться, работать с людьми. В том числе и мусульманского расповедания, и, как у нас лучшему, как сотруднику правоохранительных органов, довелось жить, работать, учиться в регионах с преимущественным мусульманским населением. Бывать в бывших союзных республиках, таких как Таджикистан, где тоже преобладает в подавляющем большинстве своем мусульманске население. И определенные впечатления о том, какие процессы там проходили, проходят, и какие возможные у меня есть. И как человек в определенной степени равнодушный к происходящему, я готов высказать свою позицию, свою точку зрения по этим вопросам, которые, считаю, важны для нашей страны. Давайте для начала нашей беседы обозначим примерно так. Итак, мы не будем сильно повторяться по поводу того, что происходит на международной арене, потому что это достаточно хорошо, может быть и недостаточно хорошо, но очень плотно освещается в центральных информационных СМИ. Можно привести в пример таких аналитиков, как Багдасаров, Семен Аркадьевич, или Сатановский, директор института Востоковедения. Это достаточно грамотные люди, их передачи, и вы тоже слушаете. Я слушаю постоянно, однозначно, это море информации. То есть повторять за ними что-то не надо, но мы постараемся коснуться того, о чем все-таки кто-то что-то недоговаривает. Они договаривают, возможно, то, что происходит у нас в нашей стране. Я бы, можно сейчас немножко скажу, вот мое впечатление такое. Да, понятно, в нашей стране принята сегодня такая система, что мы должны поддерживать традиционный ислам, чтобы не развивался вот этот вот исламизм, который приходит на нашу территорию извне, определенными структурами он привносится, и на этой почве возникают различные экстремистские организации, которые, в принципе, являются такой благоприятной почвой для развития не просто экстремистской деятельности, но в том числе и, не дай бог, эти помненные языки терроризма. Понятно, что определенные службы в нашей стране всем этим делом, все это дело отслеживают, занимаются, но у меня всегда возникает вопрос, а насколько серьезно люди, занимающиеся этой деятельностью, представляют себе теоретические вопросы? Что такое является традиционным исламом в нашей стране, и что такое фундаменталистские течения радикальные, которые приходят извне? Есть ли понимание разделения вот этих вот вещей? И вы сейчас расскажете, как все это видите, я не прошу вас зацикливаться вот на такой теоретической части, расскажите то, что вы считаете интересным. Что хотелось бы сказать, прежде всего, достаточно условно понимание, что такое ислам традиционный, и ислам тот, который сейчас приобретает все более политический окрас, определенную экстремистскую, порой даже и террористическую направленность. То есть грани нужно проводить очень осторожно, скажем так. Для нас тоже многие направления и течения, которые есть в исламе, они с одной стороны традиционно, но с другой стороны с теми каноническими представлениями, которые пытаются порой наши ближневосточные партнеры привнести, они не всегда совпадают, да, и порой входят определенные противоречия. Говоря о нашем Северном Кавказе, например, в течение 90-х, 2000-х годов, попытки насаждать ваххабизм в том понимании, как эта религия имеет место в Саудовской Аравии, и, собственно, на их деньги эти процессы происходили в Саудовской Аравии, в Катарах. Это слабо приживалось, потому что тот ислам, который развивался на Северном Кавказе, он тесно переплетался с местными понятиями, традициями, представлениями. Адатами? Ну, да, можно в Чечне это называть адаты есть. Горские адаты – это представления о обычаях, традициях, законах каких-то, да. И то, что проповедники ваххабизма пытались навязать, оно часто приводило противоречия, особенно со средним и старшим поколением, но находило какой-то процент понимания в среде более молодой. Те, кто в какой-то степени оторвался от своих корней и не настолько придерживаются тех представлений, которые с поколения в поколение передавались. Допустим, ваххабистские проповедники категорически выступали против почитания умерших родственников, посещения даже могил, обрядов, которые происходят на похоронах, ну, не только. А с точки зрения традиционных наставлений этих народов, которые проживают, это незыблемо было. И это один из примеров, когда это входило в противоречие. Это очень важно. Это один только из примеров, важных примеров, когда это мешало распространению извне принесенных представлений об исламе. В то же время, повторюсь, часть молодежи, которая из-за сложной ситуации социально-экономической, когда безработица, когда социальных лифтов по сути нет, то есть он понимает, что для того, чтобы достичь какого-то статуса в обществе, вот у себя, на Павказе, ему предстоит прожить много лет, когда он какой-то авторитет моральный будет завоеван. То есть каких-то путей для самоутверждения более быстрых, как это всегда хочется, молодому поколению он не видит. И тут предлагаются варианты, когда на многие сложные проблемы даются очень простые ответы. А почва, повторюсь, она достаточно благоприятная. То есть никто не отменял ни коррупцию, ни кумовство определенное, те или иные проявления несправедливости, которые вокруг себя видят. И тут ему подсказывают вот эти легкие ответы. Идет определенная работа, вербовка, психологическая обработка. И человек втягивается так или иначе в эту сферу. А в дальнейшем технологии отработаны. Ему покинуть будет это очень непросто. Это получается, это имеет место. Но зачастую это не с теми, кто на идейные пуще пришел, а те, кто когда-то, ну как банально в 90-е звучало, он на пущу какого-то бандитизма, криминала, пришел туда в той же Чечне. Мы видим множество людей, которые когда-то были участниками незаконных режимов формирования. Сейчас они полностью отошли от этой жизни, от этой деятельности. Многие участвуют в борьбе с нынешними поколениями боевиков. Потому что это были достаточно зрелые люди в то время, и они довольно быстро разобрались в том, что происходит, чем это грозит. А многие молодые люди, Дагестан, Чечня, Ингушетия, они уже во многом почти потеряны. Работа ведется по их возвращению и в Дагестане, и в Ингушетию, и с родственниками. Пытаются наладить и до контакта, дать какие-то гарантии, если человек не совершил тяжких, особо тяжких преступлений, чтобы он мог вернуться в общество. Процесс очень трудный. И вот тот разрыв, в определенной степени происходящий у них с родственниками, он как раз и мешает. То есть вполне находит понимание у родителей, у старших братьев. Но сами эти молодые люди не всегда идут на ответные контакты, и ответные шаги возвращаются в нормальную жизнь. Это далеко. Не масса, к сожалению, явлений. Можно даже говорить о десятках, сотнях тех, кто поддался этому влиянию и в той или иной степени уже поучаствовал, и сейчас участвуют в событиях на Ближнем Востоке, той же Сирии. Причем на стороне тех, кто сейчас так или иначе составляет то самое исламское государство. Все понятно, значит, Дмитрий. Ну, вы это говорите, вы просто знаете это по роду своей бывшей службы. Нет, просто жизни, повседневно. Я в жизни учился и в том числе и общаюсь с людьми, там бываю каждый год. Важная служба была такая, что вы знаете, о чем говорите. Значит, мой посыл в чем? Хорошо, все понятно. Вот эта молодежь, которая некритично воспринимает вот эти вот проповеди тех, кто пришел из-за границы там, из-за различных египетских там... Университетов, да? Университетов из Каира. Из Каира, из арабских там и так далее. Они привнесли с собой определенную школу. Значит, эта школа попала в противоречие с традиционным исламом нашим, который в России веками развивался. Вот я про это и говорю. Специалистов в нашей стране было в свое время очень много. Были институты востоковедения, были до сих пор есть кафедры востоковедения. Значит, ну почему никто в центральном информационном поле таком особенно объяснение не дал? Вот меня это поражает. Ведь не так же все сложно. Понимаете, если возьмешь простые теоретические вещи, разобраться, какой ислам на Кавказе, какой ислам у нас по Волжье, какой ислам у нас среди сибирских татар, это все имеет исторические корни, это все имеет исторические обоснования, и все вполне разумно и логично объясняется. Но это не объясняют, естественно, в мечетях. В мечетях сейчас идет пропаганда как раз того, что пришло в Новые годы. А Новые годы дали нам как раз вот этих вот проповедников из арабских стран. Они принесли совершенно другие правовые школы. Я просто скажу так, значит, у всех на устах сегодня такие слова, как суниты, шииты. Значит, это-то они, в основном, основная часть населения не понимает, в чем дело. Но дело в том, что и шиизм, и суинизм имеют множество направлений, и то, и другое. И в том числе в нашей стране, традиционно сунитской... Да, в подавляющем большинстве веков нашей музеи, это суниты. Суниты, да, подавляющие большинства. Небольшое количество есть на Дагестане. Это небольшое количество. Шииты у нас, я так понимаю, это азербайджанцы, бывшие СССР, и еще в Таджикистане есть шииты. Значит, больше нет. В России, Дагестане определенное количество есть, это как раз те, кто был исторически близок к Азербайджану. Казербайджану. Да, это на юге Дагестана, их небольшое количество. Внимание, лесгинская какая-то часть. Да, да, да. Есть разные националисты, в том числе лесгины. А те, кто придерживается... Ну, очень малое количество, скажем так, да? В масштабах России это небольшой процент. Но сунизм тоже имеет теоретически множество, не множество, а четыре школы. То есть, если говорить о масштабах, о правовых школах, это тоже не все еще многообразие, серпали. Да, еще и школы разделяются на определенные ветви. У нас, допустим, школа правовая ханафитская в стране. И дело в том, что вот то, что принесли с Ближнего Востока к нам в 90-е годы, они принесли это на основе других правовых школ. Вот это однозначно, потому что ханафитский масштаб, он как бы философский, миролюбивый, он по-своему определяет джихад в своей философии и так далее. На него легли различные веяния суфийских направлений исторических. И, в общем-то, это видно даже по внешности, по внешности, ну, это как одежда, тюбетейки и так далее. Можно даже вот эти вот вещи прослеживать. Вот тот воинствующий ислам радикальный, который пришел с Ближнего Востока, он имеет другую в основе правовую школу. Это ханбалиты и шафииты. Значит, шафиитская школа, кстати, есть немножко на Кавказе традиционно. По-моему, в Кабардино-Балкарии шафииты. И поэтому они как-то так радикально от всего отдаляются. Ну, насколько я знаю, могу путать. Но неважно. Есть ли это тоже в близкой погрешности? В основном на основе ханбалитского вот этого масхаба основались вот эти вот радикальные ближневосточные направления, в том числе включившие в себя и ваххабизм, салафизм, ваххабиты, скажем так, собирательные все это называются. Правильно, потому что ваххабиты – это часть салафитов, скажем так, салафитского направления. Я не хочу долго об этом рассказывать, это можно много об этом рассказывать. Но я про то, что в этом разобраться можно. И объяснить мусульманам умным, нормальным и думающим о том, в какую струю попадают, пытаются их вогнать, в принципе, можно. Но этим словом мало кто занимается. Видимо, кто-то в мечетях пытался это объяснить. У нас прошли серии терактов в свое время и в Татарстане, и в Дагестане и так далее. Значит, нормальных муфтиев, нормальных шейхов просто начали убивать радикалы. Количество погибших, десятками исчисляли, включая Кавказ и Татарстан, множество людей погибло. Те, которые придерживались более здравых, разумных позиций, приемлемых для всех, против них была развязана целая... Целая война, кампания, и их просто убивали. Страшные эти примеры, когда последнего вот этого проповедника, не последнего, конечно, еще после него убивали, но знаменитого проповедника дагестанского Саида Черкейского взорвала фанатичка, которая взорвала террористов с смертью, принявший ислам. Но это вообще из разряда вон исходящего. Он был проповедник Тариката... Он возглавлял, да, суфийский орден, тысячи последователей имел его орден, ну, достаточно влиятельный человек. Я только, вот, честно говоря, Дмитрий, не это самое, сколько не пытался понять, он какому ордену, Нагжбанья или Шазилия. Вот это вот я вот как-то... Я так понимаю, в Дагестане, если определить традиционный ислам, это Тарикаты... Тарикаты, да, вот он один из возглавлял. По-моему, он, видимо, Нагжбанья. Тарикат наиболее распространенный в мире орден Нагжбанья. Боюсь ошибиться, потому что там даже местные, в этом не все понимают. Я понимаю, да. Даже они, в общем-то, порой носят головной убор, не зная, что они своим цветом обозначают принадлежность к определенному ордену. Цвет, потому что я смотрю вот на цвет вот этих тюбетей, которые собирались вокруг Саида Черкейского, и, похоже, они имели некоторое другое, не Нагжбанья, а, видимо, это Шазилия все-таки. Ну, я, как бы, ну, это тонкости. Но эти тонкости определяют в нашей стране вот это вот разнообразие цвета вот этого вот философских направлений ислама. Это разнообразие цвета определяет народы нашей страны. То есть, очень огромное количество народов в том же Дагестане, которые, в принципе, у них тоже есть определенные расцветки вот этих вот философских направлений ислама. Те же чеченцы, у них тарикат уже Кадирья. Они там направление по имени их проповедника 19 века, не помнишь, как его звали. Но они, кстати, Кадыров, и они свято чтят вот эти вот могилы вот этих вот проповедников, шейхов. Они приходят к ним в могилу. Их поклоняются, да, что категорически неприемлемо. Правильно. Прибывшие... Чеченцы на сегодняшний день поняли, что они должны остаться чеченцами. А те, кто несет оттуда, с Ближнего Востока, чуждые масхабы, чуждые направления, они пытаются наших мусульман переделать в искусственных арабов. И взять их, лишить своего народа, приобщить их к общей мировой умме, значит, сделать исламистский интернационал. И заставить их воевать за свои интересы. Вот в чем проблема. Ну, как... Вот, в принципе, это все теоретически объяснимо. Да, это имеется... Поскольку это важно, это теоретическое понимание. Конкретное выражение. То есть, долгие годы не было никаких препятствий для того, чтобы люди уезжали туда учиться и возвращались уже другими людьми. Самый пример яркий, это так называемый Саид Бурятский. Да, да, да. Отучившись в Каире, он вернулся для того, чтобы вести вполне конкретную работу. Он занимался вербовкой смертника, организацией терактов. Но, ожидаемо, оказался он достаточно маргинальным. То есть, почва у него из-под ног ушла довольно быстро. И его ликвидация была вопросом времени. Это случилось. Потому что настоящей опоры на местное население он не нашел. То есть, вот эти вот люди, которые поддались, они действительно исчислялись десятками. Хотя до его ликвидации, до задержания МАГАС, судят, обстановка была достаточно напряженной. То есть, для того, чтобы дестабилизировать регион, да, или даже взять мегаполис, представить, что это город. Достаточно нескольких групп подготовленных людей. Вот, например, в Мумбаи 2008 год, по-моему, осенью теракт, совершенный пакистанскими исламистами, когда огромный мегаполис был поставлен в очень серьезную ситуацию и большим трудом индийским силам по порядку удалось влокализовать и ликвидировать силы в несколько подготовленных групп. Такая же ситуация была. То же, Ингушетий во главе с Саидом Буряским, во главе с МАГАСом, ну, если говорить о Чечне, это до Кумаров, то есть количество активных, постоянных боевиков шло на десятки и создавалась, тем не менее, очень серьезная обстановка. Обострение ситуации дальнейшего в связи с Арабской весной привело к тому, что уже большое количество людей выехало туда для участия, как они это понимают, в джихаде. Опять же, никто не может утверждать, что это было как-то в какой-либо степени одобрено родными, близкими. Нет, зачастую в этих же семьях были те, кто принципиально в других позициях стоят. Но удержать, повлиять не смогли, и люди оказались там, где они оказались. Это выходцы из Дагестана, из Чечни, из Гришетии, Кабардино-Балкарии участвуют в боях на стороне так называемой оппозиции. Это вооруженные формирования, которые четко структурированы, имеют свою логистику и структуру. И здесь не заслуга так называемого халифата, исламского государства. Задолго до его образования постарались масло в огонь подлить, наши звезоокеанские партнеры и гораздо более близкие соседи, такие как Турция, Катар, в которых каждый имеет свои интересы, порой друг с другом не совпадающие, но в том, чтобы дестабилизировать регион, разрушить такое государство, как Сирия, оказались совпадения у них. Поэтому вся тыловая инфраструктура, базы снабжения, мобилизационные ресурсы, лагеря подготовки, все это за пределами Сирии, и поэтому шансов немного выстоит. Он перемалывает уже не одну тысячу таких, не назвать их, джихадистов, со всего мира, не только из Большего Союза. Там сотни даже из Европы, из Европейского Союза, их счет идет на сотни тех, кто принимает участие в боях. Подготовка, обучение, снабжение, все это Турция осуществляет. А сейчас и в поддержку ударами, артиллерии, пароль, авиации, у них своя цель. Ликвидация сопротивления курдов, которых они считают угрозой своей территориальной целостности. И турцы, и турки, и иракское правительство, так сказать, то есть у них одинаковые интересы. И кто там борется сегодня с исламским государством, непонятно, потому что самые основные борцы с исламским государством это курды, и их бьют все. Получается так. Борется курды, борется правительственная армия Сирии, борется Иран, Иран, Кизбалла и Ливанская. Да, вот они и противостоят исламскому государству. И они же попадают под удары и Запада, и Израиля, и Турции, и Катара, и Саудитов. Вот в чем каша вот этого вот. Даже вот это вот последнее известие о том, что Америка готовится к нанесению ударов по Сирии, это же тоже связано с определенной работой. Это работа провокационная, как всегда. Она сделана классической методикой спецслужб английских, американских. Ну не будем это сейчас делать, но принцип этой схемы понятен. Они сегодня... Коснемся немножко вот этого вот, потому что это просто злободневно, то, что сегодня готовится. Они что сделали? Они подготовили несколько, там, десятков человек в качестве, как они называют, умеренной оппозиции Сирии, сирийской оппозиции. Была так называемая сирийская свободная армия, которая вся влюлась в исламское государство. Да, их совсем небольшое количество. И они их выдвинули, как бы... Вот они говорят, вот они будут бороться с исламским государством. Ну, они это кто? Это западная спецслужба, которые готовили. В то же время, с кем они там будут бороться? Они же не идиоты в количестве, там, ну сотни человек, там, ну двух, там, сотен бороться с исламским государством. Да нет, конечно. Они как подготовленные всегда американцами и англичанами достаточно нормальные люди, они вступят, естественно, с этим исламским государством в какое-то соприкосновение. И правительственные войска Сирии вынуждены будут нанести по ним какое-то... Отражать их, в принципе, бороться с ними, с этими, так называемыми, умеренными оппозиций. И как только они нанесут, сирийские войска, какое-то окажут им сопротивление, тут же моментально американцы нанесут свой авиаудар. Они так говорят, вот логика действий сегодня американцев, мы будем заступаться вот за вот эту вот умеренную оппозицию. Вот такой вот троянский конь подсунут сегодня, не троянский конь, даже не знаю, как это назвать, такая вот гадость подсунута сегодня западными спецслужбами. Они все сделали для того, чтобы развязать авиаудары по Сирии. И когда вот это может случиться, буквально вот... В любой момент. В любой момент. В практически в любой момент. Да, практически в любой момент. И это постоянно, вот эта вот гадость нагазывается и американцами, и вот это все. Мы недавно совершенно помним, как этот Колин Пауэлл тряс пробирками для того, чтобы... И доказывал, что этот... Что его надо этого разбомбить, как его называли? Саддама Хусейна. Разбомбить за то, что он убивает бедных курдов и шиитов. А сегодня этих курдов прекрасно все убивают. Американцы его будут убивать. Им плевать на этих курдов и шиитов. У них сегодня другая задача. Они должны разбомбить вот этот вот центр ближневосточного мира, которым являлась Сирия, где соединились все в принципе религии. То есть убить, развязать этот узел, отдать их исламистам на съедение, это значит весь Ближний Восток просто взорвать. Нафиг. Добить его. Просто окунуть в кровавую кашу, в которой он сегодня практически и находится. что нам из этого вот из этого всего интересно? Насколько опасны вот эти вот веяния для нашей страны? Как вы думаете, как специалист? Ну, я громко был бы сказать, что специалист, но... По крайней мере, по-русски. ...свою представление, позицию по этому вопросу я имею. Самое опасное, что у нас может ожидать, это втягивание, втягивание в этот конфликт в той или иной форме. Почему я вот сказал про эту молодежь на Северном Кавказе, которую сейчас пытаются заклеймить, как сторонников ИИЛ, даже тех ликвидированных боевиков не так давно в Ингушетии, до этого в Кабардино-Балкаре. Попытки вовлечь в этот конфликт Россию, они для нас чрезвычайно опасны, я считаю. Они не прекращаются. Они не будут прекращаться. Это нужно вполне активно и четко противодействовать. Нам нужно не допустить такой ошибки или преступления, как это случилось с Ливией, с ливийским лидером, когда наша позиция такая назвать ее трудная. Но это не наша позиция, это оппозиция. Да, на тот момент политического руководства, которое приняло такое решение, это привело к геополитической катастрофе. самая просветающая стабильная страна Африки превратилась в дымящиеся окровавленные руины, где идет война всех против всех. И Сирия, не хочется говорить, как можно про Ливию, смело говорить, бывшая Ливия, про Сирию не хотелось бы так говорить. Была удивительной страной, где представители разных конфессий совершенно мирно, спокойно, благополучно жили до самого последнего времени, до вот этой войны, которая была подготовлена, тщательно, спланирована и развязана. И последний островок стабильности находится сейчас очень серьезно, шансов у Асада очень мало. Это должна быть очень решительная позиция, но и не только России. Тут под угрозу ставятся не только российские интересы и интересы Ирана, как экспортеров газа и энергоресурсов. Здесь затрагиваются жизненно важные интересы Китая, как получателя этих энергоресурсов, покупателя, а также страны, которая стремится как называют это вторым шелковым путем создать условия для более свободного, беспрепятственного и более объемного процесса торговли с Европой, Евросоюзом и странами Евразии, в том числе и России, и Казахстаном. Все это создает определенные конкурентные преимущества глобальной Китая и угрожает естественно прежде всего американцам, даже не столько Европы. Европа просто рискует получить на месте транзитных путей дымящиеся очаги напряженности, один из которых напоминает Ближний Восток, но пока сдерживается изо всех сил это наши соседи, бывший братский народ, понятно, да? Если все эти пути удалось разрушить и отрезать, то может повториться ситуация, которая случилась с Литвой только в масштабах Европы и в качестве Норвегии, как было с Литвой, может оказаться Соединенные Штаты Америки, когда Литва решила добиться независимости от российского газа, построила терминал и приступила к поставкам газа норвежского. Оказалось, что это около два раза в цене разницы в сторону увеличения. Понятно, я хочу вернуться к нашим гусям все-таки. Нашим баранам. Ну, вот это втягивание, то, что касается наших баранов, оно для нас и опасно. Дестабилизировать Северный Кавказ, дестабилизировать Среднюю Азию и даже Казахстан, это не такая уж невыполнимая задача. То есть над этим работают, над этим работают, вот же вкладываются деньги. Практически она подготовлена, вот эта дестабилизация. Над этим работают. Пусть на Северном Кавказе сегодня очень большой противовес в виде Чечни и последовавших за Чечнёй всё-таки Ингушетии и на сегодняшний день Дагестан, они приходят как бы в понимание этих вещей и идут в конкретный противовес, но то, что происходит у нас на остальной территории России, где происходит, где проживает население мусульманское и то же самое наши бывшие республики Советского Союза Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан вот там сегодня практически подготавливается почва для нанесения какого-то определенного глобального удара. Это отмечают все аналитики. Да, противостояние тоже на уровне правительственных структур пока есть и пока оно очень серьезное и пока оно влиятельное допустим в том же Казахстане и Узбекистане и в Таджикистане в том числе но там тоже ситуация очень шаткая. Но опасность вот этих всех вещей в том, что благодаря развитию информационных технологий, благодаря развитию вот этих технологий общения всего мира со всем миром, вся эта структура мгновения ока становится сетевой общемировой. Я хотел даже добавить вот в чем огромная опасность. В нашем масштабе Российской Федерации несколько миллионов оценки разные максимально до 10 тех, кого называют гастарбайтерами выходцами средней Азии. Среди них сформировать несколько тысяч мотивированных подготовленных бойцов по сути террористов нет технической проблемы большой. Ни финансовой ни технической проблемы в этом нет. И эта угроза она объективно существует и ее никто не знает. Давайте немного об этом поговорим. Почему? Потому что я считал вот эту тему самую главную на нашей встрече. Действительно есть сетевая структура организованная по всему миру, которая втягивает в определенную идеологическое поле вот этих мусульман скажем так молодежи молодежи ну и не только молодежи тех у кого не сформировалось традиционное мышление в свое время благодаря отрицанию религии в Советском Союзе скажем так да и сегодня они втягиваются вот в это вот новые поля вот о чем мы начали с вами речь и сетевая вот эта информационная структура она постоянно накачивает накачивает в интернете ведь сегодня в интернете ведется большая война большая информационная борьба за души и действительно вы правы нет никаких больших препятствий для того чтобы когда-нибудь это ружье достаточно сильно выстрелило и надо понимать насколько готово общество насколько готово в принципе наши управляющие структуры нашей страны для того чтобы понимать и противостоять этим вещам то что происходит в информационном нашем поле говорит о том что понимание такого большого особенного нет как вы думаете как человек работающий где-то в определенных таких структурах ну тут я даже и как просто рядовой гражданин могу высказаться я думаю эта точка зрения имеет право нашествование что действительно недооценка вот этой составляющей информационно-пропагандистской она есть как силовой блок да нашей страны он как инструмент как исполнитель он готов к выполнению но для того чтобы это воспринималось правильным обществом для того чтобы была поддержка любим любым мерам по наведению порядка да по пресечению каким-то негативным процессом для того чтобы общество поддерживаем это тоже не складывается само собой это должна определенная информационная политика вестись определенные усилия прилагаться со стороны федеральных местных регионных общественных организаций потому что если что-то на самодер упустить то результаты будут плачевными мы знаем это на примерах наших соседей где инициатива была перехвачена в деле влияния на молодежь формирование каких-то ценностей каких-то установок представлений и результаты они не заставили себя долго ждать мы недалеко от этого отстоим мы также подвержены тем же самым риском потому что те же самые технологии применяются в отношении нас они не слишком отличались ни на площади Тахрир в Каире ни на Майдане в Киеве ни у нас в России в любой момент могут быть попытки дестабилизации над этим работают работают профессионалы они оттачивали науки по всему миру и везде это в разной степени эффективности было применено сказать что мы готовы к какому разницу было бы каким-то неоправданным оптимизмом общество в целом достаточно еще благодушно все воспринимают спокойно и относится к этому действительно большинстве равнодушно поэтому к сожалению гарантировать даже на ближайшее обозримое будущее что где-то не рванет в каком-то из регионов не можем к сожалению в том что касается нашей социально-экономической ситуации она будет усложняться причем чтобы там не думали санкции Крым это все не главное объективные процессы идут уже с конца 2011 года не только у нас в стране а мы сейчас вовлечены международное разделение труда мы теми же болезнями болеем и этот кризис продолжается который мы ощутили все 2008 года он был залит ликвидностью так упрощенно очень грубо но он никуда не делся и положение людей будет усложняться количество безработных будет расти людей нуждающихся расти а это все та почва где любой повод может стать какой-то искром давайте дмитрий вот на примере допустим нашего города новосибирска посмотрите сегодня новосибирск становится центром одним из центров кстати определенного накачивания сепаратистских настроений в нашей России выбран как мишень как мишень как мишень потому что либеральные структуры ведут здесь достаточно усиленную пропаганду сюда приезжали Касьянов и Навальный и Митрохин значит результатом этом 11 числа собирают они митинг на сегодняшний день о чем а федерализация опять Сибири то есть это подделение каком-то пусть они говорят пока это там весьма структурное там отделение но это не важно это важно что эти силы подпитываются опять же извне эти люди не понимают в большинстве что они несут в себе все кто организует мне кажется понимают а те кто организует понимают а те кто кого выводят они там знают а эти москвичи надоели там это все и так далее и все вперед вот у нас 11 числа будет митинг по поводу приглашаем вас я шучу конечно значит я думаю проведут определенные силы контр-митинг по поводу этого дела достаточно в нашем городе еще и разумных людей эти процессы они не должны на самотек путешествуют с одной стороны нашей страны значит идет борьба на Украине весьма кровавая весьма страшная весьма непонятно к чему еще она выльется с другой стороны значит с юга поддавливает опасность вот этих всех вещей которые связаны с этими глобальными исламистскими структурами международными и с третьей стороны если вот у нас либералы разожгут вот этот сепаратистский момент по разделению страны на какие-то самостоятельные регионы это и будет начало того вот только давайте команду и понеслась понимаете это это приведет к очень плачевным результатам а общество этого не понимает общество не понимает что ему надо мобилизоваться в каких-то рамках для того чтобы спасти единое наше цивилизационное поле что наша страна уникальна она имеет свою историю колоссальную что она должна быть вот такой огромной и включать себя вот эти все пространства и конгломераты народов и делать это все единым понимаете вот эти вот вещи они сталкиваются и действительно вы правильно говорите ситуация довольно опасная хотелось бы добавить что момент почему настолько неблагоприятен выросли поколения у нас те кто не помнит не представляет себе как проходил распад Советского Союза когда людям говорю что хватит кормить там украинцам хватит там кормить Москву по национальной нам еще среднего азита и никто не объяснял что если вы возьмете ну на то время это в основном были огромные ламповые или там даже полупроводниковый цветной телевизор и распилить его на 15 частей то работать они не будут этого никто не объяснял сейчас то же самое слова Навального несколько лет назад сказано о том что 89 маленьких швейцарий было бы лучше чем огромная Россия но это то же самое 89 распиленных на живую частей некогда единого организма почему та же Украина так сейчас кроваво происходят события на Донбассе и почему бескровно практически произошло отделение от Украины Крыма экономических связей между Крымом и остальной Украиной практически не было зависимость взаимных регионов там 8-10 раз меньше чем Донбасс то есть сейчас искусственно например происходит отторжение ну там курс взят на евроинтеграцию и так или иначе должна была быть проведена деиндустриализация она сейчас с помощью тяжелой артиллерии проводится то есть разрушить промышленные активы как бы не пытался этому противостоять там Ренат Ахметов Ефремов Луганская все это глобальные такие процессы что там должно быть все разрушено население частично вытеснено и Украина единая неделимая она должна войти на тех условиях какие выгодны Европе старой Евросоюз если допустим в Прибалтике это происходило цивилизованно и в Греции когда за то чтобы закрыть и снести завод людям платили пособия выше чем была заработная плата то украинцы делают это своими руками за свой счет и платят жизнями своих соображений ну да Украина это вообще отдельная тема но это типично мы мы сейчас как скажем мы одна большая Украина на сегодня которая действует такие же на них отрабатывают технологии того как можно в дальнейшем разрушить нас вот что происходит и это видно просто невооруженным глазом не просто отрабатывают то уже там эти технологии пошли вовсю когда говорят что это либеральные наши политики журналисты что кому нужна Россия у которой там такой-то процент мирового ВВП и прочее да именно что Россия как государство нужно лишить тот же растущий Китай набирающий мощь источника ресурсов да природных для которого мы не будем исправить мы являемся вот когда сейчас начинают критиковать поставки газа настоящие в Китае поставки нефти почему-то не критикуют они до 18-го года были подписаны по 50 долларов с доставкой до границ и никто не взял объемы зато огромные Китай получает источники энергоресурсов мы получаем доход разрушить Россию значит усложнить жизнь глобальному конкуренту американцев это Китая упростить поставки дешевого и подконтрольного энергетического сырья вот тот же бардак назовем это грубо на Ближнем Востоке позволяет Турции извлекать определенные доходы из дешевой абсолютно демпинговой нефти которую обеспечивает им это исламский государственный контрабанд в таких масштабах которые вполне промышленные это устраивает нечто подобное может ожидать и нас как особенно более старше да кому мы нужны что мы не нужны то что под нами нужно а мы немножко даже мешаем потому что считаем что это по праву принадлежит нам и это должно работать на нас это должно приносить пользу наши области они уже считают что мы тут случайные посетители этой земли иногда вбросы такие бывают что ресурсы настолько огромные что они должны быть достоянием как Антарктида всего человечества они одной только Россия которая незаслуженно пользуется эти вбросы они вполне конкретные они шли они будут идти потому что брать и еще они будут идти это объективную потребность запада они всегда на Россию смотрели на источник ресурсов это однозначно и продолжают смотреть и будущее они только так и продолжают смотреть и сегодняшняя политика нашего государства по поднятию какого-то своего своей самостоятельности своего имиджа она как кость города ну ладно это уже другая тема Дмитрий я все-таки давайте с вами завершим мы с вами постарались поговорить о том что опасность возникновения ситуации очень катастрофической в нашей стране она в принципе не сказочная она объективно существует нравится нам это не нравится люди которые все-таки головой своей что-то думают и о чем-то задумываются и думают наперед о своем будущем о будущем своих детей и внуков они все-таки должны представлять что подобная вещь может произойти такая что общество или мобилизуется и даст отпор к чему-то или общество рассыпется и достаточно много таких структур и мировых и внутренних наших структур которые только этого и хотят которые хотят просто подпихнуть подтолкнуть и погрузить нас в хаос точно так же может быть даже и хуже чем соседней нашей братской Украине с нашими масштабами будет хуже это хуже будет да наша страна переживала гражданскую войну и вы не представляете какой вот как вот это все похоже вот то что происходит вот чисто теоретически вот в это направление я поражаюсь виск недавно вот этих вот новосибирских либералов у нас же юбилей у нас же была сибирская республика юбилей сибирской республики ребята вы хоть представляете что на основе вот этой сибирской республики сначала был страшный террор восставших этих белочехов которые подняли здесь такие террористические углы да было было ограбление всей страны которое через сибирь шло через эту вот вашу сибирскую республику вывозили просто богатство этой российской империи и так далее была развязана страшная война на территории вот нашей сибири которая вывелась потом в противостояние такое что мама не горю не дай бог такое повторить сибирская республика видите юбилей надо отмечать понимаете что происходит и сегодня вот эти вот федерализаторы они выйдут и так же начнут орать нам надо отделиться нам надо быть мы не русские мы сибиряки вот что они еще говорят ну ладно это все такие вещи спасибо вам за ваше мнение все-таки подчеркиваю мнение специалиста который то что вы говорите вы это и аналитически и образно и в своем опыте своей деятельности уже видели знаете ваше мнение очень важно потому что вы подтверждаете то о чем мы здесь часто говорим спасибо Дмитрий спасибо за возможность высказать я думаю мы еще поговорим над этим спасибо 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 Продолжение следует...